Бальная система, она, на наш взгляд, она очень, очень, так скажем, сделана достаточно так вот мудро. Мы пока в этой 719 постановлении, еще никто от нас этого не требовал, но мы готовы, мы знаем это. Другое дело, что если это коммерческий заказчик, и он считает каждую копеечку, то для него, возможно, некоторые компоненты более выгодно поставить зарубежные. У нас даже размещены пробные заказы на компоненты, которые 719 постановлению соответствуют. У нас уже имеется, в соответствии с требованиями 719 постановления, сервисная сеть. Это уже одно из условий, мы уже выполнили локализацией. При строительстве судов на российской постройке с нашим оборудованием, пусконаладку выполняют тоже наши специалисты. Это вот уже. Мы разместили опытный заказ на компоненты, включая даже гремные винты. Сейчас ищем партнеров и, надеюсь, уже нашли партнеров для того, чтобы разместить заказы уже и на другие компоненты. Другие компоненты азиподов, которые указаны в 719 постановлении. Поэтому сейчас мы вышли на уже план такой очень конкретный, организовать сборочное производство на территории Российской Федерации. Где я говорить пока не буду, потому что это, ну, а реализовать этот вот проект по созданию такого предприятия будет на условиях СПИКа. СПИК – это специнвестконтракт, это тоже один из механизмов, который создан для привлечения иностранных инвесторов, чтобы осваивать технологии какие-то современные на территории Российской Федерации. Бальная система, она, на наш взгляд, она очень, так скажем, сделана достаточно так вот мудро. Судовладельцу предоставили возможность выбирать, ну, исходя из его предпочтений. То ли это для него надежный дизель, то ли это для него надежная винторолевая колонка, то ли еще что-то иное. Чтобы корабль получил определенные преференции от государства, он должен быть российским. Мы пока в это 719-е постановление, еще никто от нас этого не требовал, но мы готовы, мы знаем это, требования к нашим колонкам, чтобы считать ее российской. У нас свой проект, как я повторюсь, да, у нас свой винт изготавливается в Российской Федерации, у нас свое литье. Есть, безусловно, определенные иностранные компоненты винторолевых колонок не потому, что мы считаем, что у них там лучше или хуже, да. Просто в России такой продукции с такими характеристиками пока не производится. Ну, например, к такой продукции можно отвезти подшипник. С такими характеристиками теоретически в России можно найти подшипник, но он будет других габаритов, например, да. А если других габаритов с теми же несущими характеристиками, то получается колонка будет уже тоже иметь другие габариты. Второй, например, компонент, который мы покупаем за границей, это шестерник. Сами в России этот вопрос, в принципе, локализация прорабатывается, есть предприятия, которые делают, но они закрывают определенный размер по мощности или там по диаметру, да. То есть на маленькие, типа размер винторолевых колонок или подружающих устройств, в России появились уже поставщики на большой типоразмерный ряд пока нет. В настоящее время мы ведем переговоры по локализации, но на сегодняшний день то, что предлагают наши партнеры, например, по системе управления, это дорого. Выгоднее все-таки купить от одного производителя, включая систему управления, включая все комплектующие, но работа ведется. Все зависит от желания заказчика, насколько он готов и желает видеть продукт, изготовленный в России целиком. То есть, в принципе, вот у нас уже есть опыт изготовления колонок 2,5 мегаватта, которые на 93-95% изготовлены в России, то есть это возможно. Другое дело, что если это коммерческий заказчик, и он считает каждую копеечку, то для него, возможно, некоторые компоненты более выгодно поставить зарубежные. Это касается в основном деталей зубчатых зацеплений, винтов грибных, так что вот только в этих аспектах. А так мы готовы. У нас уже, собственно говоря, путь к кооперации пройден. Мы работаем сейчас только с лучшими производителями компонентов. Мы работаем сейчас только с лучшими производителями компонентов.